Опасность поджидает Одессита буквально на каждом шагу, на улице, в подъезде, на собственном балконе и даже в лифте. Тема, которую мы будем обсуждать в этом часе, звучит таким образом. За секунду до трагедии в Одессе женщина застряла в горячем лифте. Вернемся к этой теме буквально через мгновение. Сейчас обратимся к новости в масштабе Украины. Петр Порошенко сегодня в Киеве встретился с президентом Мальты. И я предлагаю посмотреть об этом небольшой сюжет. Я испытываю надзвичайно эффективные переговоры, которые находятся сегодня с вами. Дуже важно, чтобы продолжить предметы для нового области, которые были досягнуты в ходе нового визита, в моменты в драте поточного года. Мы с партнером предназначили надзвичайно высокий уровень политического диалога между нашими государствами и между нами, как президентами. И, по сути, нами створено приятливые политические рамки для активизации и співпрацей с очень широким уровнем вопросов. Первый вопрос о том, что мы говорили о конкуренте и экономической співпрацей. Мы говорили о конкуренте и инженерии, оборудовании инфраструктуры, співпрацах в галузе охотно-сдоровья, співпрацах в галузе фармакологии, секторах финансовых коопераций, информационных технологий. И, в целом, манта для украинского бизнеса фактически воротами на рынок Північної Африки. Маючи абсолютно эксклюзивный опыт, маючи очень твердые политические стоимости, можем надавать от логистических до консалтинговых услуг представникам не только большого бизнеса Украины, а и молодого и среднего бизнеса. Итак, мы возвращаемся к теме этого часа. Проблемы одесских лифтов, которые уже стали буквально тотальной проблемой всего города у нас по всей Одессе. Лифты падают, лифты застревают. Об этом говорили не раз, в том числе и в этой студии. Очередной инфоповод подкинуло жизнь. На этот раз произошло ЧП на Таирова. В девятиэтажке на улице Шишкина из-за короткого замыкания в щитовой загорелся лифт. В этот момент в нем ехала женщина. Ее спасали 15 пожарных. Женщина пострадала, ее увезли на скорой. Собственно говоря, почему случилась эта трагедия, о ситуации в принципе в лифтовом и коммунальном хозяйстве нашего города, поговорим сегодня с гостями в студии. Прежде чем мы приступим к обсуждению, я представлю гостей, у нас есть возможность посмотреть ситуацию, что называется, изнутри. Наш коллега Назар Бурхан находится на месте ЧП на улице Шишкина, там, где произошло возгорание лифта. Ему слово. Чуть позже будет включение с Назаром, а прямо сейчас представлю гостей нашей студии. Это, собственно, специалисты, с которыми мы будем обсуждать. Максимович Владимир, кандидат экономических наук, и Ольга Бекетова, активист. Здравствуйте. Добрый вечер. Проблема лифтового хозяйства нашего города, с одной стороны, это чисто техническая проблема, с другой стороны, это проблема экономическая. Ведь у нас довольно большой бюджет в целом по рамкам страны, и для Одессы прошлых годов тоже бюджет довольно большой. Фактически 9 миллиардов гривен. Тем не менее, нам почему-то не хватает на реконструкцию, на обновление лифтового хозяйства. Почему складывается такая ситуация? Это проблема не только техническая. Это, знаете, как результат уже. Это проблема и экономическая, и организационная, и менеджментская, и, в конце концов, техническая. Дело в том, что лифты – это машины повышенной опасности. У нас на 90% лифты белорусские, производство завода Могилев Лифт Маш. Завод-изготовитель предоставляет на них срок гарантии 25 лет. Через 25 лет такие лифты должны быть остановлены, либо заменены на новые, либо модернизированы. Но модернизированы с присутствием завода-изготовителя. Из 4,5 тысяч лифтов, которые в городе Одессе, ну, у полутора тысяч лифтов истекли сроки гарантийного технического обеспечения и гарантии. То есть эти лифты уже, за них никто не отвечает. Они находятся в таком изношенном состоянии, что в любой момент они могут оборваться, закоротить или загореться. Это техническая проблема, но порождена она тем, что вовремя не подумали, как их заменить или модернизировать. Если будет время, я вам расскажу, как 4 года назад мы ездили в Белоруссию, на этот завод Могилев Лифт Маш. У нас готов был протокол о намерении. Что мы предлагали? Мы предлагали им, что вот в Одессе в ближайшее время придется заменить 4 тысячи лифтов. А не хотите ли вы, уважаемые друзья белорусы, сделать совместное предприятие в Одессе? Потому что кабеля вы покупаете у нас, нашего кабельного завода. Тросы наши вы покупаете тоже у нас. Металл, прочее покупаете. Электронику мы можем делать. Они согласились. То есть это актуально здесь собирать? Актуально, конечно. Но нам бы они были в половину дешевле. Причем мы даже нашли площадку, где это можно делать. Это завод телекарт. Это как ехать на Ильичевск. Но власти менялись. Да, я в свое время был зам городского головы. Этими проблемами я занимался. То есть мы предложили, разработали технико-экономическое обоснование. Были представители Могилевского завода. То есть это можно было сделать. И не только Одесситам обеспечить поменять все лифты. Но и обеспечить всю Украину модернизацией лифтов Могилевского завода. Либо выпуском новых. Более того, белорусы очень заинтересовались. Потому что тогда они уже знали, что мы скоро станем ассоциированными членами Европейского Союза. А Белоруссия не является. И можно было эти лифты через нас, как совместное производство, продавать в Европу. Надо к этому вернуться. Сегодня это действительно позволит эту техническую проблему решить. И вот насколько это возможно сегодня, я предлагаю на этот вопрос ответить сразу после включения. Наш коллега Назар Бурхан находится на месте крайнего ЧП. Сейчас он нам расскажет, что же случилось в многоэтажке, где в лифте застряла женщина. Назар, тебе слово. Так, есть у нас технические неполадки. Мы вернемся к включению. Что-то пошло не так. Скажите, пожалуйста, Владимир, есть ли возможность сейчас реализовать тот проект, который был предложен коллегам из Белоруссии по созданию предприятия в Одессе, которое будет полезно в первую очередь нашему городу, потому что лифтовое хозяйство у нас фактически находится уже на последнем издыхании. И в принципе, что для этого необходимо? Для этого необходимо политическая воля и желание руководства города решить этот вопрос. В принципе, в этом году порядка 100 миллионов тратится на замену и модернизацию лифтов. Если на следующий год заложить определенную сумму, то надо мне сейчас сказать, сколько это будет стоить, потому что 4 года назад это была одна стоимость. Лифтов, исходя из курса доллара, тогда курс доллара был 8,50, а сегодня он 26, 27. Но в принципе, белорусы по-прежнему заинтересованы в расширении сферы сбыта своей продукции. Ну, только в Одессе мы сказали 4 тысячи лифтов, а в Украине порядка 15 лифтов, произведенных Могилев лифтмашем. Туда ездили уже после меня два заместителя городского головы. Это был Орловский Анатолий Иосифович и Шандрик несколько лет назад. Ну, мне трудно сказать, что они там решили. Но на сегодня все документы у меня есть, телефоны остались. Если будет такое желание руководства города, я готов включиться, можно поехать договориться. Интерес белорусов не пропал. Ну, они хотят расширить, так сказать, свой сбыт. Вот насколько, в принципе, эта тема актуальна для наших телезрителей, вот попробуем узнать сейчас в прямом эфире. Я предлагаю всем телезрителям, у кого в доме есть проблемы с лифтом, вы сталкиваетесь с этим каждый день у себя в доме, у ваших знакомых, звоните по номеру 726-33-26. Это номер нашего прямого эфира. Рассказывайте о том, где нужна первоочередная помощь, где нужно вмешательство, где нужно провести либо капитальный ремонт, либо замену оборудования. Будем пытаться достучаться с этой информацией до компетентных лиц в городском руководстве. Еще раз напоминаю, 726-33-26. Это номер нашего прямого эфира. Итак, вот чем выгодно создание подобного предприятия нашему городу, помимо того, что возникает возможность заменить лифты, которые у нас устарели? Это фактически все лифтовое хозяйство, кроме того, что стоит в многоэтажках, в новостроях. Выгодно дешевизность, что нам дешевле будет их заменить. Раз. Второе. Это наши рабочие места. Мы создаем в Украине, в Одессе рабочие места. Мы решаем проблему, создаем рабочие места. А рабочие места – это зарплата, это наполнение бюджета от этой зарплаты. То есть это три в одном. Это выгодно. Только нужно этим заняться. Нужно принять, еще раз говорю, политическое решение. Да, мы этим занимаемся. Приняв такое решение, мы думаем, кто будет заниматься конкретно, как, по этапам, прочее. То есть, ну, вот, все упирается в желание, либо нежелание. У нас в студии также еще одна гостья, Ольга Бекетова, активистка. Как бы вы могли порекоментировать это происшествие? Я вам хочу рассказать о том, что в городе существует городская целевая программа по замене лифтов, которая рассчитана на 4 года – с 2016 по 2020 год. Наша общественная организация «Виткрытый Суспильство Украина» проводила небольшое такое расследование всей этой программы. И вот что выяснилось. На первом этапе данной программы было из бюджета выделено почти 400 тысяч гривен на ремонт и замену лифтов. То есть, планировалось привести замену 460 лифтов, модернизировать еще 300 лифтов, а также обеспечить диспетчерской связью больше тысячи лифтов. Когда мы провели расследование, выяснилось, что существует две фирмы, которые занимались подрядом. Первая фирма – это «Стальканад Силур», и вторая фирма – это «Портал М», которая была создана в 1998 году. В ней работало всего два человека – директор и бухгалтер. В 2016 году она была продана, а потом еще раз продана. И без всякого тендера, без всякого договора подряда, без всего. То есть, мы подавали письмо руководителю департамента городского хозяйства Козловскому. Он нам ответил, да, действительно, не было никакого договора подряда, не было проведено тендера. Заключили договор с этой компанией про «Портал М». И после того, как заключили уже договор о работе, только тогда наняли трех человек для того, чтобы осуществлять подряд всего этого ремонта. Что получается? Что эта фирма никогда не занималась подобным ремонтом, обслуживанием, демонтажом всех этих лифтов. То есть, просто фирма-прокладка. По ценам. То есть, если в открытых источниках OLX мы брали ремонт кабины, новая кабина стоила 13 200 гривен, то смете, которая заложена, уже стоит 28 500. То есть, одесситы платят в два раза больше за кабину лифта. Подсчитали, что стоимость нового лифта составляет 2850 тысяч гривен. Тогда как ремонт стоит 285 тысяч гривен. Ну, то есть, конечно, если бы мы обратились в Могилев лифт МАШ, то это все было бы намного дешевле. Зачем платить больше? Ведь на этом тратятся деньги одесситов, тратятся наши деньги. Они могли бы пойти в другое русло, ту же медицину, тот же спорт, тот же образование. Для чего мы должны платить больше и при этом получать низкое качество? Ведь если на новый лифт дают гарантию 30-25 лет, то на отремонтированный лифт вот такими вот рабочими, которые всего лишь там занимаются полдня в неделю такой работой, дают гарантию 7-10 лет. То есть, через 7-10 лет после этого ремонта, вложения денег, мы опять вернемся к этой проблеме. Вот так вот и получается замкнутый круг. То есть, не хотят решать правил. Я бы хотел обратить внимание, вот вас и телезрители, что замена кабины не позволяет продлить срок эксплуатации лифта на 25 лет. Модернизация предполагает полностью замену лебедки, у которой истирается там вал, замена троса, замена системы запасовки, замена электроники, пульта, то есть полная глубокая модернизация позволяет фактически считать этот лифт как новым. И только завод-изготовитель, проведя такую реконструкцию, может дать такое разрешение. Есть у нас в Украине орган, который называется Горгостехнадзор, который никогда не разрешит эксплуатировать лифт, если мы поменяли только кабину, ну покрасили его, ну и что? То есть, почему мы именно к ним и обратились? Можно, конечно, поставить лифты конные, либо другой фирмы, но они в три раза дороже, мы не потянем их. А эти лифты, во-первых, шахты, уже под них готовы. Поэтому, когда посмотрели документацию белорусской, да, конечно, у нас уже есть современные лифты. Значит, если мы делаем совместное кооперированное производство у вас на месте, что-то привозим мы, что-то делаете вы. Всю электронику делаем мы на телекарте. Троса, канаты, электрокабеля, металлическую, все это тоже можно делать. То есть, только вот так, а не просто. Поменяли кабину. Нет, поменяли кабину, зато каротнет, и никто отвечать не будет. Вот по поводу замены кабины к этой теме мы тоже вернемся. А сейчас попробуем включиться еще раз нашим корреспондентом Назаром Бурханом. Он находится на месте крайнего ЧП с лифтами в Одессе на улице Шишкина. Назар, тебе слово, расскажи, что там случилось? Студия, здравствуйте. Сейчас мы находимся в доме на улице Шишкина, 52, где именно вчера из-за замыкания электросчетчика остановился лифт. Местные жалуются, что лифт работает раз через раз, хотя его в прошлом году заменили. Сейчас мы пытаемся вызвать лифт для того, чтобы показать вам, в каком он состоянии. Как мы видим, сразу лифт, наверное, не срабатывает. Мы видим здесь то, что заменили новую кабину, но при этом при всем старая дверь осталась. Сейчас жжем лифт. Жжем лифт. Отметим то, что, несмотря на то, что лифт заменили, он ездит все реже. Так, подойдем к лифту. Как мы видим, казалось бы, новый лифт превратился в непонятно что. Здесь расписанные стены. Сразу же дверь открывается, даже не прошло 10 секунд. То есть, если здесь зайдет мама с коляской, вот, то коляску зажмет. И неизвестно, что будет дальше. Так мы пытаемся вот снова опять его открыть. И что мы видим? Мы видим то, что кнопка не запускается, и лифт по-новому не открывается. Еще местные говорят о том, что они боятся ездить на этом лифте, и обращались к коммунальщикам, вот, но никакой реакции. В студии у меня все. Назар, спасибо тебе за содержательный такой краш-тест лифтового оборудования. Напомню, что корреспондент Назар Бурха находился на месте крайнего ЧП с лифтами в нашем городе. Прямо сейчас с нами на связи один из наших телезрителей. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Добрый день. Здравствуйте, говорите, у вас, наверное, какая-то проблема. Это дискуссия звонит. Я по поводу лифта. Год назад нам провели модернизацию лифта, и он стал работать хуже еще до этой модернизации. У нас лифт систематически не работает. Он может отработать день от силы в неделю, и больше не работает. Механик придет, запустит, но ничего не делает. Они отказываются делать, просто обслуживают лифт. И стали придумывать, что мы ломаем лифты сами, что у нас нет немало циклов, нет велосипедов, нет больших колясок. А они все кричат, плохие жильцы. Но от следствия, как следствие, привести порядок, не хотят. Они не хотят убирать лифтовой кабинет, и не хотят, вообще, вообще не хотят просто обслуживать качественный лифт. Это ужас. Мы не знаем, с кем говорить. С нами есть серики. У нас 80 квартир по везде, много сериков, которые плачут и не могут выйти даже в аптеку или в магазин. Она сидит на площадке, на скамеечке, и просит, чтобы кто-то вынес мусорее хотя бы. Еще раз, пожалуйста, назовите адрес вашего дома. Дом парадная. Близ Курсин, у нас одна парадная. Спасибо большое. Будем надеяться, что ответственные, собственно, за этот участок, обратят внимание, как-то наведут там порядок. Спасибо большое еще раз за ваш звонок. Итак, вопрос. Что делать в подобных ситуациях, когда действительно доходит до крика души? Есть обслуживающие компании, которые обслуживают лифты. Вот я в моем доме, 4 подъезда. У нас ОСМД, у нас заключен договор с компанией, которая обслуживает лифты. Мы вызываем лифтера, ремонтников, они занимаются. Но они сказали, вы понимаете, эксплуатировать то качество, с которым сделали эти лифты, очень тяжело. Они несовершенны, у них масса проблем. Поэтому если лифт новый, либо лифт модернизированный полностью и соответствует требованиям, как положено, обслуживающая компания с удовольствием его эксплуатирует, устраняет мелкие неполадки. Но если там много технических проблем, и плохо он модернизированный, ну, время от времени он себя ведет так, как показал ваш журналист. Вот сейчас с нами на связи Алексей Кучеренко, экс-министр ЖКХ. Здравствуйте. Вы в прямом эфире? Да, я в прямом эфире. Вот что делать в подобной ситуации? Есть ли возможность, по вашему мнению, сегодня у города-миллионника эту ситуацию изменить? Ну, проблем во всем жилищно-коммунальном хозяйстве, в том числе и в электровом хозяйстве. Там есть, конечно, свои специфические проблемы. Это достаточно сложные конструкции, они требуют специальной эксплуатации. Но надо понимать, что все это самортизировано. Все это происходит, так сказать, после многолетней эксплуатации, оно приходит к своему порогу износу. И надо делать либо капитальные ремонты, либо замены. Вот я послушал коллегу, я приветствую двумя руками всех людей, которые сознательно создали ОСББ у себя, ОСМД. Но у меня же вопрос. Вот у них лифт от этого штабновения не стал. И когда они забирали дом себе на баланс, создавали ОСББ, им явно город не обещал поменять лифты и поставить там новые. И они сегодня должны понимать, что, по сути дела, эта замена, или капитальный ремонт, или реконструкция, она должна лечь на их плечи. То есть они должны целевое финансирование искать и, видимо, обращаться к своим жильцам. Подтянут это жильцы или нет, ну, серьезнейший вопрос. Что касается подавляющего большинства домов, в которых не созданы ОСББ, ну, то могу сказать одно. Здесь понятно, что у них такой же износ этого лифтового хозяйства, точно так же, как и внутридомовых сетей, точно так же, как и вообще конструкции дома, особенно если эти дома там. Либо как в Одессе у вас, безусловно, там истории исторически, там много жилищного фонда. Но мы понимаем, что такое панельки, хрущевки советских времен, и они приходят к износу своему. И здесь две ключевые проблемы. Первая это, а вообще говоря, кто-то в стране видит как-то вот эту проблему модернизации вот этого застаривого, устаревшего жилищного фонда. И видят ли они вообще роль государства, или они считают, что население само должно это потянуть. Причем вне зависимости. ОСББ, не ОСББ, тут же речь больше идет о платежеспособности населения. То есть готовы ли наши сегодняшние вожди перевожить эту проблему полностью на население. Ну, я сразу от себя скажу, что я считаю, что это невозможно, и не потянет в этой ситуации население вот эту модернизацию. Поэтому это в ближайшее время нам надо уже обсуждать. Вообще говоря, вчера это надо было обсуждать. А вторая проблема, я просто рекомендую всем одесситам, я готов передать методологию, в первую очередь, поинтересоваться, куда сегодня идут и как тратятся их деньги. Ведь в чем различие домов так называемой коммунальной собственности, ну, имени коммунальной собственности, мы шутим так, с домами ОСББ. Дом, где создана ОСББ, либо кооператив, они сами заказывают, собственно говоря, и заключают договор с этой обслуживающей организацией, ну, и вообще говоря, контролируют, по крайней мере, деньги своих жильцов. Уже в этом есть, безусловно, плюс. А если вот наш дом, он коммунальный, то некая коммунальная структура, я не знаю, как она у вас там называется, какая-то коммунальная, или ЖЭК, или коммунальная дирекция, или еще какая-то монополия местная, она от нашего имени заключает какие-то договора, и деньги мы не контролируем, а эти деньги входят в состав платы за услугу по содержанию домов и придомовых территорий. Поэтому мой первый базовый совет, уважаемые одесситы, потребуйте от своей коммунальной структуры, которая вам оказывает услугу по содержанию домов, в первую очередь договор, письменный договор. Это норма закона про жилищно-коммунальные услуги, статья 19. Так вот, по крайней мере, в этом договоре приложениями должны быть и ваша придомовая территория с соответствующими актами на землю, если они есть, а если их нету, то и нечего платить за это, я вам так тайно открою. Должен быть и технический паспорт дома вашего, должна быть эксплуатационная вся документация, в том числе и на лифт, и по крайней мере вы будете понимать, как вы контролируете те деньги, которые вы сегодня платите по целому ряду этих коммунальных услуг, одной из которых является содержание горя лифтового хозяйства дома. Вот первая рекомендация, для того, чтобы начать контролировать свои деньги, которые сегодня, поверьте мне, мы все с вами слабо очень контролируем, и вот именно поэтому я сегодня сужусь с господином Кличко в Киеве, я хочу заставить его заключить с каждым киевлянином такой договор с приложениями и с формами актов на выполнение услуг, и по крайней мере перейти хоть к какому-то взаимноответственному механизму, так сказать, хозяйственной деятельности, чего не наблюдается сегодня по Украине вообще в принципе. Алексей, скажите, по вашему мнению, оптимальный вариант – это капитальная реконструкция, реставрация или замена старых лифтов новыми? Ну, на что толку, что мы будем рассказывать замену? Мы же можем вообще сегодня очень многие люди говорят, а вообще давайте снесем здесь этот старинный жилищный фонд, давайте мы новое построим, ну давайте исходить все-таки из наших финансовых возможностей. Я на самом деле хочу сказать, что Одесса в принципе не бедный город, и там серьезная стройка была за последние 15 лет, ну так же, как и в Киеве. И кто-то очень сильно заработал на этом, но, к сожалению, не наши местные бюджеты, понимаете? Я считаю, что, конечно, в таких городах, как Киев, как Одесса, как Харьков, Днепр, там городские программы за счет городского бюджета вполне могли бы, ну, по крайней мере, значительно взять на себя какую-то часть этой проблемы. С другой стороны, не потянут свои муниципалитеты сами, я все-таки уверен, что здесь и государственная какая-то серьезнейшая программа модернизации жилищного фонда должна начать разрабатываться. Но, к сожалению, еще раз говорю, сегодня у власти находятся те политические группы, которые считают, что, в принципе, не надо никакой роли государства в этом, что вот люди приватизировали квартиры, соответственно, стали совладельцами многоквартирных домов, и, в принципе, можно на них всю эту проблему перевожить, перекреститься и забыть. Это реальные вот сегодня политики, которые экспериментируют в сфере ЖКХ. Думаю, что скоро ситуация изменится, поскольку не получится без серьезнейшей государственной поддержки модернизации вот этой 25% основных фондов страны, каковыми являются наши дома. Вопрос по выбору между модернизацией и полной заменой был не случайен, потому что у нас в Одессе складывается ситуация такая, во многих домах к нам обращаются жители с жалобами, что под видом модернизации и реконструкции проходит просто косметический ремонт, просто красят входную дверь, меняют условные кнопки, оборудование остается прежнее, и лифты, как застревали, так же застревают. Это то, о чем я вам говорю, это же ситуация по всей стране, вот этот конфликт интересов, с которым мы боремся уже последние десяток лет, когда коммунальная структура под названием ЖЭК, или как там она у вас называется, она совмещает у себя и функции заказчика, и функции контролера, и функции исполнителя. Проблема в одном, коммунальщики от нашего имени заказывают какую-то услугу, тратят наши деньги, но мы не контролируем наши деньги. И поэтому, конечно же, возможно, очень серьезные злоупотребления, более того, я даже скажу, с высокой вероятностью скажу, что они есть, и что в Одессе, и что в Днепре, и что в Киеве, потому что все коммунальщики приблизительно одинаковые. Спасибо большое. Алексей Кучеренко, экс-зо-министр ЖКХ, был с нами на связи. Наша коллега Олеся Татар готова рассказать, что еще в Одессе произошло. Олеся, расскажи, пожалуйста, что будет в этом году. Это будет буквально через пару слов, будет, через пару минут будет анонс новостей. Вот, опять же, нам поступило предложение брать тотально под контроль всю документацию, которая проходит по нашим домам. Насколько это реально, в принципе, сделать в городе самим одесситам? Во-первых, я с удовольствием послушал комментарии бывшего министра Алексея Кучеренко, умнейший человек, прекраснейший специалист, и вот все, что он сказал, это правда. И он подсказал, как это нужно делать. Просто в то время, когда он был министром, я был замгородского головы, и мы как-то перекликались, и даже мысли у нас, ну, единомышленники, вы задавали вопрос трижды ему, так что лучше, модернизация или замена? Нет, ну новая машина, конечно, лучше модернизированная, но если у вас нет денег, чтобы купить новую машину, вы согласны на глубоко модернизированную машину, которая будет стоить 25% от ее номинальной стоимости, вы же согласитесь? Поэтому мы и сказали, что новый лифт, как нам сказали купить, стоит от 8 до 10 тысяч долларов, ну, в том эквиваленте гривен. А вот если мы его модернизируем, ну, это будет стоить там 25-30%, а если мы сделаем новый лифт на одесских мощностях, новый, но у вас, ну, он будет стоить там 40%, и мы выбрали оптимальный вариант, 40%. Но очень важно, чтобы люди все-таки понимали, создали ОСМД или не создали, это наше имущество, лифт обслуживает нас, мы должны действительно о нем беспокоиться, заботиться, не ломать его, хватает варваров. И все-таки замена лифта, это не замена троса, лебедки и всей системы, это обман. Поэтому нас просто ввели в заблуждение. Нам нужны модернизированные, либо новые лифты, на которые завод-изготовитель дает 25 лет гарантию. Тогда можно в него спокойно входить с коляской, без коляски, и уверенно им пользоваться. Ментальность и людей нужно менять. Люди должны ощутить себя собственниками дома, лифта и всего, придомовой территории, правильно сказал Кучеренко, уже сегодня. Без этого ничего не будет. Перспективы у нас нет. Ольга, как вы считаете? Каждый человек должен нести ответственность, в первую очередь, потому что если он знает, что это его, что он там нарисовал, испортил, то он понесет финансовую ответственность. Если люди будут понимать, что все, что находится в их доме, зависит от них, и они будут тратить деньги на ремонт, когда они могут потратить эти деньги совершенно на другие вещи, то и портить будут меньше. Чем чаще мы будем произносить людям, что мы платим деньги в бюджет, мы должны их контролировать, потому что это наши деньги, тем больше людей будет ответственно относиться ко всему хозяйству города, они будут царить на улицах, не будут писать в туалетах, в лифтах портить имущество, и все это превратится в красивый цветущий город. У нас остается еще несколько минут эфира, но прямо сейчас готова огласить анонс новостей. Наша коллега Леся Татар, Леся, тебе слово. Чем порадуешь одесситов в выпуске? Здравствуйте, коллеги, здравствуйте, зрители. Расскажу вам сегодня, что Одесская область уже готова к борьбе с зимней стихией на 60%, ну и к другим новостям криминального характера. Подросток, которого ударило током на крыше поезда, скончался в больнице, и необычное ДТП случилось сегодня в самом центре города. В стену школы номер 117 врезался внедорожник. Подробности этих событий смотрите уже менее чем через 10 минут в эфире 7-го в 18.00. Не пропустите. Ну что ж, Леся, спасибо тебе за анонс. Владимир, да, вы хотели добавить... Когда-то Маргарет Терчев сказала, нет никаких государственных либо бюджетных денег, есть деньги английского налогоплательщика. Поэтому одесситы, нет никаких государственных либо бюджетных денег, есть деньги вас, налогоплательщиков. Вы вправе требовать, чтобы те 9 миллиардов, которые поступают в бюджет города, максимально эффективно использовались в ваших интересах. Вот когда вы займете такую активную гражданскую позицию, мы сможем решать все проблемы в Одессе. Спасибо. А вот рецепт требовать как именно? Разные формы. Через выборы, через акции протеста, через пикеты, вот через общественную организацию. Через петиции. Через петиции. То есть занять активную гражданскую позицию. Помня главное. Это не чужие деньги. Это наши деньги, но ими распоряжаются не всегда в наших интересах. Скажите, вот ваша общественная организация мониторила ситуацию с тем, сколько стоит заменить лифт и сколько стоит его отремонтировать. А мониторили ли вы ситуацию, насколько выполняются те работы, которые городская власть проанонсировала, из-за которой даже отчиталась? Потому что вот ситуация, о которой мы говорили с экс-министром ЖКХ, то есть она имела место и не раз, когда якобы ремонт провели, но по сути это банальная покраска, а никак не капитальный ремонт. Мы сталкивались с тем, что нет ни одного дефектного акта. То есть когда приходит вопрос замены лифта или его реконструкции, или его полностью замены на новый лифт, нет никакой документации. Бывает часто так, что под видом замены лифта просто ремонтируют кнопку, красят на первом этаже, и дальше в первый этаж они идут. То есть лифт как застревал, так и застревает. Есть еще такой вариант, что ставят другое оборудование, допустим электрическое. Оно несовместимо с тем оборудованием, которое стояло ранее. Начинается конфликт. То есть бывает так, что на алюминиевую ставят медную проводку и начинают вырубать лифт. Диспетчеры кнопки вызова не работают. То есть по бумаге была проведена реконструкция, а на самом деле ничего не было проведено, деньги были списаны. Как не работает, так и не работает. А люди просто не понимают, куда им нужно обращаться, что вообще делать и как вообще вести себя в этой ситуации. Потому что нет у нас такого положительного опыта о том, что если ты написал заявление, куда-то обратился, решили твою проблему и подсказали, как делать. Ты стучишься в закрытые двери, тебе никто не открывает. Ты разворачиваешься и уходишь. Ну вот вы можете помочь в таких ситуациях? Да, конечно. Помочь составить какое-то обращение, петицию? Пожалуйста, если у вас есть какие-то вопросы по лифтам, по другим вопросам, обращайтесь. Наша организация находится на улице Польской. Мы всегда рады вас видеть. Кстати, назовите адрес офиса, чтобы знали люди, куда подойти, куда позвонить. Телефон мой я оставлю в редакции. Это 098-210-87-39. Мы находимся на Польской, 2. Это во дворах. Ну, проще позвонить, и я выйду встречу, если нужно. Любую проблему можно решать всегда вместе. Это эффективней, и это надежней. То есть человек не чувствует себя одиноким и брошенным. Мы всегда поможем, подставим плечо, покажем, как. Потому что бывает такая ситуация, что никогда с этим не сталкивался, а другие люди имеют опыт. И тогда ты можешь обратиться к этим людям, они тебе подскажут. Но, однако, нам нужна группа экспертов, которая может дать квалифицированное экспертное заключение по этому лифту. Это как врач должен поставить диагноз. Поэтому просто сказать, куда обратиться, в какую аптеку, поликлинику или больницу мало. Необходимо, чтобы была создана экспертная группа с представителем Горготтехнадзора, который смотрит, а, Пашишкина, так, мы этот лифт не принимали в эксплуатацию, извините, мы не знаем, почему он работает, он должен быть остановлен. То есть обязательно должны быть эксперты, которые в этом разбираются. Понимаете? Просто общественники. Ну, это хорошо, это готовность помочь, но без специалистов. Кроме того, необходимо все 4 тысячи, сколько, 500 лифтов в Одессе в течение месяца-двух провести полный анализ в каком состоянии, в каком техническом состоянии, насколько они могут работать, какие уже нужно срочно остановить, потому что они вот-вот рухнут. Ну, это должна быть, кстати, открытая информация, она должна быть на сайте Одесского горсовета, чтобы люди знали, что вот такие лифты находятся вообще в зоне повышенной опасности, на них нет разрешения, они истекли срок эксплуатации, они могут рухнуть. Этим лифтам... Ну как, ну что вы, ну на этом же не попиаришься, это же не выложенная плитка. Не попиаришься, но это демонстрация, во-первых, профессионального подхода, во-вторых, готовности решить проблему, не заговорить, а решить проблему. Ну, я думаю, что наша власть хочет показать, что можно доверять делам, которые они делают, они должны это сделать, тогда люди посмотрят, ага, занимаются, либо не занимаются. Это я просто призываю городские власти, пожалуйста, давайте сделаем это, мы поможем и подскажем, мы старая гвардия, которая разбирается в этом, и у людей откроются глаза. Спасибо большое, надеюсь, вас услышат и будет результат после этого эфира, если будут какие-то подвижки, будут какие-то инициативы, приходите к нам, с удовольствием осветим эту тематику, она действительно очень важная, очень актуальна, от этого зависит жизнь и безопасность наших горожан. Напомню нашим телезрителям, Владимир Максимович, кандидат экономических наук, экс-вице-мэр Одессы, а также Ольга Бекетова, активист, были гостями нашей студии, мы обсуждали ситуацию в лифтовом хозяйстве нашего города.